Сегодня идеальный день, чтобы поиграть в мою любимую игру. Ах, кто-то пишет. И что? Кто это, Сэм? Ах, это Родж пошел в кино. Почему все постоянно мне пишут, а? О, привет, бабушка Слайм. Сэм сейчас немного занят. И почему меня просто не могут оставить в покое? Давайте отключим телефоны и возьмем книгу-игру. Это Хуан. Он немного похож на говорящего Тома. Твой Хуан грязный. Мой дом лучше. Мы можем это исправить. Давай прямо сейчас его и почистим. Но сначала нам нужно пройти в другую комнату. Я имею в виду ванную. Это очень просто. Видишь? Сейчас ты будешь чистым. Вообще-то многие кошки ненавидят воду. Но я слышал, что некоторые из них не против сока. Серьезно? Им нравится плавать в соке? Это странно. Так никогда не отмоешься. Только липким станешь. Моему коту в Тибидабу больше всего нравился яблочный сок. Фу, это что, шерсть? Ты заговорил про сок, и наш Хуан проголодался. Посмотрим, что мы можем предложить ему на обед. Можно накормить его этим. Лови! Фу, что это? Я пошутил. Лучше дай ему конфету. Не-а, ее я оставлю для себя. У Хуана уже есть все, что нужно. Хуан уже наелся и радостно машет нам рукой. Да, но после плотного обеда очень хочется вздремнуть. Но нам нужно немного поиграть, чтобы заработать денег и купить больше еды. Давненько я не летала в космос. Мы готовы? Тогда вперед! Мы будем осторожно двигаться вокруг комет. Вот так. И у нас получилось! Я получила сто монет! Теперь моя очередь, Сью. Я все пройду в мгновение ока. Молния СМ не удержим. Смотри и учи. А вот и мои сто монет. Сью, осторожно! Давай переиграем. О, что-то пошло не так. Я быстро все исправлю. Нам нужно вернуться немного назад. Сью, сделай свой ход. Хуану нужно немного поспать. И все будет хорошо. О нет! Хуану нужна инъекция здоровья! Не нужно, Сэмми. Мы возьмем кое-что отсюда. Например, вот это. О нет, стало только хуже. Давай разберем книгу-игру и проверим ее. Сэмми, подожди. Я могу и сама ее починить. Смотри, Хуан болеет за меня. Пусть Хуан спит и набирается сил. А я все решу. У нас осталось только одно. И еще. Не увлекайся, Сью. Будь осторожна. Святые пироженки! Только посмотрите на эти крылышки. Хуан теперь здоров. Ух ты! Теперь мы можем летать вместе. Ой, ой, ой. Я в порядке. Не беспокойся. Я здесь. Ты в порядке, Сэмми? Бабушка, я не знала, что вы приедете. Я волновалась за своего Сэмми. О, брокколи, почему это происходит со мной? Сегодня у нас в гостях три мастера. Бабушка Сэма тоже решила присоединиться. Единственный неповторимый Супер Сэм может все сделать сам. Но бабушка всегда пытается его накормить. Бабушка, я не голоден. Еще одну ложечку, милый. Давай. Пока они развлекаются, я буду работать. Я могу раскрасить нашего друга Хуана одним движением. А я могу добавить теннис. Ай ты, это еще не все. Ай, бабушка все равно умудрилась меня накормить. Сэмми, тебе нужно отдохнуть. А с этой поделкой я разберусь. Никуда не уходи. Я сейчас. Так здорово, что твоя бабушка здесь. С ней мы точно закончим гораздо быстрее. Я в этом не уверен. Эй, котик, какой у тебя размер? Я хочу связать для тебя одежду. Не думаю, что это хорошая идея. Хуану не нужны свитеры. Это ужасно. Какой беспорядок. Мне нужно срочно все убрать. Бабушка, не трогай. Это важные предметы. Что за поведение? Немедленно отпусти меня. Сэмми сегодня охраняет нашу поделку. И холодильник для еды Хуана готов. Еда? Вы сказали еда. Я могу накормить всех. Я бы не отказалась от чего-нибудь вкусненького. Дай сюда. Котенок должен поесть первым. А мне еще нужно подготовить много мелких деталей для нашей книги игры. Я так устал. Наверное, мне нужно вздремнуть. Вы оба можете отдохнуть. У меня уже есть план. Спасибо, но я справлюсь. Оп, отлично. Я тоже не собираюсь сидеть без дела. Все готово. Пока бабушка спит, мы многое успеем. А еще мы можем повеселиться, пока бабушка не видит. Сэмми, тише. Ты ее разбудишь, а нам это не нужно. Ха, это не так просто, как ты думаешь. Сама смотри. Ладно, я поняла. Но нам все равно лучше вести себя потише. Говорю тебе, все в порядке. Сэмми, ты заболел? Тебе нужно выпить молоко с медом. Я не заболел. Пока наша слаймовая семья развлекается, я займусь ванной. Я поставлю сюда мыло. Жаль, не хватит места для шампуня. Бабушка, пожалуйста, мне очень жарко. Можно я сниму шар? Не спорь с бабушкой, Сэмми. Лучше проверь кухню. Солнышко, смотри. Я сшила тебе отличную маленькую шапочку. Сю, спаси меня. Бабуля, вы мне не поможете. Мне нужно прикрепить эти части. Я так сильно их прижму, что они никогда не отклеятся. Пока вы болтали, я тяжело работал. Эй, мне тоже удалось сделать парочку полезных вещей. Как долго еще держать, Сьюзи? О, еще совсем немного. Мы скоро закончим. Эй, что это за звук? Я сделала очень важную деталь. Бабуля, ваши таланты меня удивляют. Теперь давайте поместим все в нашу новую классную книгу-игру. Поехали. Алло, ага, выезжаю. До скорой встречи. Бабушка, с кем это ты разговариваешь? Я уезжаю на срочную встречу на Мальдивы с другими бабушками-слаймами. Пока-пока. Звучит круто. Счастливого пути и приятного отдыха. Ура, теперь я здесь единственный мастер-слайм. И книга-игра моя. Ах, как же я скучаю по бабушке. Она такая веселая. Сэмми, смотри, мы получили посылку. Ух ты. Это от твоей бабушки. Моему слайму-внуку. Правда? А там есть что-нибудь еще? Да, она прислала тебе милую шапочку. Держу пари, она сама ее связала. Теперь у меня есть идеальный наряд, чтобы отлично провести время с моей книгой. Друзья, ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал, если вам понравилась наша сегодняшняя поделка. Пока-пока. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!